Чё, ты мне предлагаешь третий, что ли? Похожешь на коленточек? На коленточек к тебе? Ну, конечно, ты мальчик симпатичный. Но не настолько. Пошёл куда-то. Как-то не, ну, странно было, ладно. Кавычный что-то хотел. Так, то есть, в правке, в принципе, я могу вносить уже? Да. Окей, честно. Нам добыл день же, ну, нужно сегодня всё сделать. Ну, конечно, чё, это не термонит. А при этом мать? Да. Хотя. Разработчики себе. Ну, в общем, предполагалось, что на самом деле будет, у нас обычно приходит там 10-15 человек, мы устраиваем небольшие такие рассказы, дальше обсуждения, и вот как-то так. То есть, основная идея мероприятия не то, чтобы рассказывать, а то, чтобы как-то общаться друг с другом и установить что-то новое. Вот. Вот в прошлый раз у нас были люди, которые попросили поменьше технических подробностей, поэтому рассказ такой совершенно не технический, без, там, без ОБХ-160, EWM, и такого. Вот. Но при этом всё-таки мы хотели дальше устраивать технические мероприятия, и то есть следующее, наверное... Иди, Андрей. Вот. Следующее, наверное, мероприятие будет, там, больше техническое. Мы хотим ещё в предачу сделать, наверное, курс для начинающих разработчиков, как писать смарт-контракты. Вот. Ну, это потом. Вот. Просто следите, там, подписывайтесь куда-нибудь, и, возможно, в следующем мероприятии будет, там, более интересным для вас, чем вот такие вот по-своему уровням и общая мечта. Сихо, пожалуйста. Вот. Разговор на улице. Так, ну, это все слышали. То есть, что такое блокчейн? Это такая, типа, база данных. Вот. И там мы храним какие-то наши транзакции. Важно, что история не меняется. И транзакция упорядочена. Кто знает, почему не упорядочена, зачем это? Почему дезинфицированная? Ну, на самом деле, чтобы не было даблспендинга. То есть, вайтвейпере Сатоши решается проблема даблспендинга. Неважно. Ну, и следствием вот этого всего является то, что все транзакции доступны всем. То есть, блокчейн – это такая открытая штука. Скажите, почему не упорядочена? Я не понял. Чего? Я не понял, почему упорядочена. Это неважно, это очень техническая вещь, и в принципе, можем потом обсудить это. То есть, если сейчас мы застрянем на каких-то технических подробностей, то опять станет душным, и мы не успеем поговорить друг с другом. Душным не нужно. В смысле инфиксировано? А? В смысле инфиксировано порядочное? Подать, по... Упорядочено. Например, я совершаю две транзакции. У меня на счету 10 рублей. Я с этого счета совершаю две транзакции, к нему привязаны две карточки. Я в одном магазине, жена в другом магазине. Мы одновременно пихаем карточки, покупаем товар за 10 рублей. У нас нет 20 рублей, но, в общем, для того, чтобы одна транзакция прошла, другая отменилась, должен быть порядок, какая первая, какая вторая. То есть, централизованный банк, он это решает. Вообще, он тоже решает ту же самую проблему, но в децентрализованном сетинге, в централизованной сетинге. Но так же это помогает подерживая блокады, собственно, я не знаю, что я давно сказал. Так это и есть. Процессы блокады. Да, вообще абсолютно. Вот. Ну и что там написано? Что последний пункт. Каждый раз я говорю о том, что блокчейн это не инструмент для анонимности, не инструмент для того, чтобы торговать наркотиками и финансировать террористов, а, наоборот, для того, чтобы делать операции прозрачными и чтобы все могли это проверить. Могут, конечно, могут, но их можно освидеть. То есть, ну, как бы, типичный пример, точнее, были люди, которые были специалистами по биткоинах и организовали что-нибудь там, синкрот, но их поймали. Какой механизм для этого используется? Ну, примерно тот же самый, которым нашли самолеты Шувалова. То есть, если самолеты Шувалов появляются очень часто в одном и том же месте, то, ну, скорее всего, как-то не связано. Точно так же, как бы, у меня 20 там аккаунтов, точнее 20 счетов, на них деньги, и я там расплачиваю сильно, считаю, что я анонимный. Вот, но если я с одного счета покупаю себе кофе где-то здесь, а потом с того же счета покупаю кофе в, там, не знаю, в другом городе, то мы берем пересечение тех людей, которые были тут и там, и мы получаем очень много людей. Можно битмиксер заюзать. Можно битмиксер заюзать, да, но, в общем, анонимность в блокчейне, очень дискуссионная тема, есть очень интересных статей, и, в принципе, на технических каких-то дальнейших мероприятиях мы можем это обсудить с большим удовольствием. Следующий шаг после, вот у нас блокчейн, в нем хранятся деньги. Блокчейн, база данных, такая же, как у банка, в банке хранится номер счета, там, вот у меня карточка, что на этой карточке столько-то денег. Точно такая же информация хранится в блокчейне, вот у меня счет, на этом счету, там, 100 биткоинов. Но можно провести, как бы, аналогию дальше. У меня есть квартира, собственность на квартиру, и там есть регистрационная палата. В этой регистрационной палате тоже какая-то база данных, архив, и там есть запись о том, что квартира моя. То, что Максим Николаевич имеет собственность, квартира там, в каком-то адресе. Ну и в подаче у меня есть там свидетельство о собственности. То есть, тоже база данных, какое-то хранилище, где есть информация о том, что, там, я владею квартирой. Вот квартира, я продаю квартиру, регистрирую эту операцию в регистрационной палате. Вот, и там, в базе данных происходит изменение, запись меняется, что квартира владеет другой товарищ. То есть, поверх блокчейна можно делать вот такие вот замечательные штуки. То есть, описывать, кто чем владеет там, и передавать квартиры друг другу так же легко, как передавать биткоины. Вот, ну, как-то, с квартирами... Да, тут история в том, что можно продавать квартиру, машины, вот это все просто одним переводом. Просто вот делаешь эту транзакцию и все. И, там, соответственно, ключ от зажигания уже не владеет другой чего. Ну да, у нас сейчас... С квартирами не так легко, потому что все-таки я не хочу, чтобы меня украли приватный ключ и воспользовались моей квартирой. Вот, и при продаже... То есть, сейчас ты должен собрать фехером угороду документов, вот, вот этого всего. Все равно нужно упростить. То есть, задача там, блокчейн, технология, о которых сейчас все говорят, в том, чтобы снижать издержки, упрощать какие-то операции, избавляться от каких-то посредних. Вот. Ну, и, в общем, смарт-проперкать, это такая штука, которую можно сделать с помощью блокчейна. А русский умная собственность. Чем лучше, чем все-таки с централизованной историей? С централизованной историей и ключом у оппонента. Чем лучше, то, что не нужно ехать в регистрационную палату... Дистанционную все. Ну, вот, условно. Сейчас дальше об этом будет. В случае с продажей квартиры, там, является таким... То есть, дальше мы продадим квартиру? Да, дальше мы будем продавать квартиру. Снижение издержек. То есть, самое-самое главное, что... С Сбер в Сбер, условно. С Сбер в Сбер хорошо, но я хочу переводить товарищу деньги, зарплату. И я плачу сначала, да, фиксированную какую-то деньги, потом еще процент за это. Вот. Я перевожу миллион там эфиров и плачу за это 20 копеек. Но еще не только... Выгода в комиссии. Выгода в комиссии. Выгода в комиссии. Или в чем-то другом. В том, что быстро. Я пытаюсь сейчас вывести себе деньги через PayPal на свой счет. Я жду 5 дней. Нет, ну вот, подождите. Вы понимаете, что можно из любой точки мира, в любую точку мира, анонимно, за несколько минут, перевести изложившие деньги? Была биткоин-транзакция недавно, 193 тысячи биткоинов. Это 160 миллионов долларов. Вы представляете, что человек заплатил за это 5 копеек. Вот много-мало, просто вспомнил. Такая потребность часто возникает у кого-то, переводить такие суммы? Мы сейчас будем говорить о том, что переводить такие суммы неважно. Но если я хочу совершить маленький платеж за то, что я прочитал... Вопрос с комиссией времени, правильно я понял? С комиссией времени. Снижение и сдержек. Да, снижение и сдержек. Если это брать в рамках банка, то банку необходимо содержать стойки серверов, технических персонал, еще что-то. На этом тоже можно сэкономить. Можно сэкономить на инфраструктуре. То есть распределенная инфраструктура для того, чтобы переводить деньги. Банку не нужно этим заниматься. Он занимается своим баллами, оценкой риском, кредитом, еще чем-то. Вот. Как-то так. Чем эфириуму лучше биткоина? Тем, что на самом деле в биткоине нельзя сделать вот этот смарт-произ. Там есть такие статьи про цветные монеты. Какого биткоинса. И они позволяют переводить вот это право собственности туда и сюда, продавать его. В биткоине это делается каким-то очень сложными методами. Появляется куча форков, куча разных технологий. Да, в биткоине не делается. На эфире тоже форки уже есть. Проблема не форка. Проблема в том, что для того, чтобы мне управлять собственностью, я не использую биткоин, я использую другую технологию. В эфириуме смарт-контракты позволяют реализовать это все в рамках единой платформы. То есть нет проблем для того, чтобы... То есть не приходится разбираться с разными технологиями для того, чтобы сделать какие-то немножко необычные вещи. С технологиями надо разбираться, потому что, как ты сказал, около 50 миллионов долларов за коревой ход это не очень круто. Разбираться надо, но разбираться нужно с одной технологией и можно сделать это хорошо. Можно сравнить у нас там биткоин, это телефон, который у меня был раньше, он умеет звонить. У меня там есть будильник и можно выбрать змейку. А эфириум это смартфон. То есть это платформа для того, чтобы запускать на ней какие-то приложения. То есть я пишу приложение для смартфона, и у меня телефон превращается в игровую приставку. Не знаю, во что он превращается-то? Короче, эфириум это первый программируемый деньги в истории. Да. Вот это правда. Вот у ваша карщика банка это не вполне деньги. То есть когда вы делаете денежный перевод, он как бы... Если вас зовут Алексей Анатольевич Навальный, то как бы у вас трудность. В общем смысл слайда в том, что эфириум круче и потому что там есть смарт-контракты. Ну как бы ни одним эфириумом есть там другие реализации смарт-контрактов. Лиск... Лиск это скам. Согласен, да. Абсолютно. Почему лист это скам? Там можно посмотреть, что там монет сидят на полке и всё. А потом громко. Да. Ничего не слышу. Потом это можно обсудить. Вы сейчас здесь протухнете. Рутсток это поверх биткойна они делают как раз сайдчейн, в котором можно делать смарт-контракты. Неважно. То есть нет альтернативов к эфириуму? Да есть они появятся, но просто это самый большой и широко используемый проект. То есть альтернатив в плане поддержки пользователей и количества людей, которые увлечены в это. Таких альтернатив нет. Альтернативы есть? Таких альтернативов к эфирам. Мы сравниваем эфир с эфир-классиком, но в плане ЭФКО это одно и то же. Я согласен. Варианты есть. Эфир такой, эфир другой. Идея в том, что смарт-контракты чуть круче, чем какие-то сайдчейны и кастомные организации логики. То есть у биткоина все, что мы можем делать с этими монетками, более-менее фиксировано, более-менее ограничено. Смарт-контракты позволяют значительно расширить сферу применения в сферу применения. Например, мы можем продавать квартиру. То есть в чем смысл? Продажа квартиры очень сложный процесс и он требует какой-то логики. То есть это не просто изменение записи в базе данных, с чем справился бы биткоин, но и проверка кучи условий. Например, 16 мая, когда приезжал Виталик, товарищи со сцены, чиновники наши, какие-то регуляторы, говорили, что как же так, как мы будем продавать квартиры на блокчейне, нужно обязательно человек, чиновник, у которого есть полномочия отказать или еще что-то. То есть смарт-контракт – это такая программа, которая выполняется каждый раз, когда я посылаю транзакцию на адрес, привязанный к этой программе. То есть моя транзакция пытается перевести какие-то деньги, совершить какую-то операцию, еще что-то сделать. А вот эта программа проверяет условия того, что я действительно могу это сделать. Ну и записывать куда-то себе. То есть вполне можно добавить вот этого чиновника, который подтверждает сделку двух людей и отказывает, если… Товарищи майор. Ну, типа того. Вообще можно это даже описать не при сделке, а можно сделать децентрализованное управление государством. При переходе на пост каждый человек может блоксовать свои монетки. И чиновники, в принципе, не нужны будут. А фантазировать чиновники все равно нужны. Например, вот нотариус. Зачем нужны нотариусы? Зачем им нужно? Ну, у меня есть на моем компьютере приватный ключ, и кто-то сейчас подбежал, упрал, и все, я лишился своей квартиры. То есть все равно должен быть человек, который подтверждает многие способности, что никто не стоит у меня при совершенной транзакции за спиной. Нужно участие людей. Тогда зачем нужен смарт-контракт? Смарт-контракт, чтобы просить все это дело. Люди не нужны в этом вопросе. Ну, это диспетчерный вопрос. Если мы будем говорить с товарищем Никифоровым, который как раз на этой конференции говорил, что как вы отбираете чиновник и его полномочия, то он поспорит с вами и просто законы соответствующие не будут принять. То есть должен быть какой-то компромисс, и речь о том, что его аргумент был в том, что вот вы со своими блокчейнами все равно нужны люди, которые будут принимать решения. То есть блокчейн и смарт-контракты позволяют вовлечь этих людей. То есть нет проблемы технической для того, чтобы люди, чиновники участвовали в процессе передачи. По факту же майнеры, понимаете? До сентября. Ну, как майнеры заменят нотарию? Как майнеры заменят того человека, который посмотрит мне в глаза и увидит, что я в сознании, и что я осознанно продаю квартиру? Ну, никак. Это личная проблема у человека, который продает? К сожалению, нет. Вообще снатого. Государство создано людьми для того, чтобы решать проблемы вот таких вот товарищей. Ну, а тогда какую проблему решает смарт-контракт? Только регистрационная палата для нас лучше всего? Смарт-контракт, также как блокчейн, решает проблему снижения издержек и упрощения каких-то операций и избавления от каких-то посредников. Например, смарт-контракт позволит людям, которые продают яблоки и покупают яблоки друг с другом связаться с помощью смарт-контракта. Человек, который хочет купить яблоки, покупает для всяких посредников. И там смарт-контракты прописаны и всё. Чуть дальше там будет ещё пару примеров того, где могут блокчейн, смарт-контракты применяться с пользой. То есть смарт-контракт может проверить условия, может получить подтверждение от каких-то других участников. То есть в сделке у нас участвует не два человека, а очень много. Он может сразу отправить какие-то деньги другим людям. То есть часть от сделки отправляется, например, в налоговую в виде налога. Ну и опять же, снижение издержек. То есть в налоговую вместо того, что там кучу людей листают бумаги и вызывают меня раз в три года на юральную проверку, у них там есть пара программистов, они написали скрипт, который проверяет, что со всех своих операций я уплатил налоги. Ну а тут вообще автоматически платится налоги. То есть что-то такое. Дальше. А это смарт-контракт. Что может? То есть процесс продажи квартиры очень сложный. Долевая собственность. Есть дети, которые владеют долей, но ещё не могут ей распоряжаться. Чайл-дау. Хороший чайл-дау для детей. В общем, могут выясниться какие-то обстоятельства, которые обязывают нас отменить сделку. То есть судебное решение, которое вдруг выявило, не знаю, что-то выявило. Сейчас это, например, какие-то другие товарищи, потеряющие на их квартиру. То есть у нас все...